ребят всем привет привет как вы успели заметить мы в китае на заднем фоне китай много ребятов пишите в комментариях где вы когда поедете обратно в китай когда девочки пойдут в школу мы приехали в китай ребята дети уже в школе и мы разгребаем свои дела делаем работу общем много накопилось всего а также очень много материала скопилось и из таиланда очень много снимали каждый день практически но монтировали не каждый день поэтому материал накопился идем с опозданием примерно в месяц вот поэтому немного разбавим таиланд сегодня поговорим про китай у нас есть подходящая тему по этому поводу да действительно китая было много и сегодня мы будем отвечать на вопросы про китай вопросы нам предоставила компания china matters у них есть свой youtube канал да и ссылочку оставим на их канал в описании погнали итак первый вопрос как много вы знаете о китае о китае мы знаем очень много но скажем коротко китай считается самой древней цивилизации в китае китае очень большое государство занимает третье место по площади уступая только россии и канаде китае это очень густонаселенная страна больше миллиарда людей да то есть большая численность населения китай это разный климат то есть здесь есть как и субарктический так и тропический климат и единый часовой пояс да в общем то еще можно много-много всего перечислить я думаю что об этом закончим второй вопрос что вам больше всего нравится в китае конечно же в китае нам нравится ребята парки очень красивые облагороженные парки очень красивый ландшафтный дизайн да с красивыми лошаду дизайнами то есть прямо супер можете сзади даже наблюдать смотрите какая красота просто дорога украшена пальмами и конечно же хочется ребят отметить еду еда в китае очень вкусная и очень разнообразная также есть и острое не острое выбор очень большой привилеки да и мы сейчас вернулись таиланда поели китайскую еду и поняли что китайская еда все-таки вкуснее третий вопрос какое распространенное заблуждение вы слышали о китае что китай это бедная страна и что китайцы готовы работать за плошку риса это далеко не правда ребята да действительно это неправда 2017 году китай по объему ввп вышел на второе место что касается доходов граждан то они выросли в 2017 году на 7,3 процента то есть это далеко не бедная страна четвертый вопрос считаете ли вы что китай помогает создавать глобальных граждан кать что ты понимаешь под этим словом глобальный гражданин я думаю что это такое абстрактное понятие что это что-то вроде гражданин мира это тот человек который может легко ориентироваться в разных странах должен за несколько языков да да и должен знать права и обязанности в разных странах и так далее но мне кажется что любая страна в какой-то степени она может влияет на создание глобальных граждан но больше всего это зависит от самого самого да то есть от личности и в каждых странах мне кажется есть такой глобальный гражданин в общем сложно этот вопрос ответить я думаю что мы идем дальше следующему 5 раз назовите одну отрасль которая по вашему мнению лидирует в китае промышленность конечно же сразу же хотелось бы отметить легкая промышленности тяжелая промышленность добыча ресурсов допустим тяжелую промежа на легкую возьмем легкая проще легкая промышленность это текстильная промышленность и пищевая промышленность текстильная промышленность она занимает пятую часть от всей промышленности в мире куда бы ребят вы не пришли в магазин везде написано но практически везде написано модель чайна также взять и продукты огурцы китайские помидоры китайские в общем в целом 40 процентов пищевого производства китай экспортирует страны снг в россию там и так далее так что ребята производства шестой вопрос что происходит на двух ежегодных сессиях политическом календаре китая почему это важно как это влияет на реальных людей и решает реальные проблемы ребята мы в политике прям вообще не сильны но мы знаем что важное политическое событие проходит начале марта в китае но так и называется две сессии разбор это ежегодное заседание все китайского собрания народных представителей и все китайского комитета народного политического консультативного совета китая такая сложная аббревиатура и мы не будем в это углубляться на вкратце то есть происходит собрание да то есть на это собрание приезжает партия компартия и приглашается люди люди обычные люди это как бы народный комитет народный комитет до приезжает компартия и народный комитет и это как бы делает политику китая демократической вроде как дает право обычным людям чтобы тогда решать какие-то политические вопросы мы думаем что то, наверное, это важно, и они помогают решить какие-то ключевые вопросы. Идем дальше. Седьмой вопрос. Как вы думаете, чему должны учить китайских учеников в школе, но не учат? Вообще вопрос сложный, и по поводу дисциплин мы не можем ответить. То есть какие уроки должны быть, каких нет. Не можем смотреть наперед. У нас дети ходят в первый и второй класс, и в принципе сейчас какие предметы они проходят, им хватает. И я считаю, что... Нас это устраивает. Да, устраивает, да. Но единственное, что мне кажется, что в школе сильный упор идет на дисциплину, на дисциплинарное воспитание, и немножечко не хватает какой-то самореализации. Самовыражения, какой-то... Самореализации, саморазвития. Восьмой вопрос. Как изменилось ваше мнение о Китае с течением времени? Да никак не поменялось. Ребят, мы прожили здесь три года, и не было никаких стереотипов, что Китай такой, такой, сякой. Не было. То есть приехали, и мнение, собственно, никак не поменялось. Лучше только стали ориентироваться. Да, лучше понимать, лучше ориентироваться в пространстве. Да. Погнали дальше. Девятый вопрос. Если бы вы могли изменить одну вещь в Китае, что бы вы изменили и почему? Ну, я думаю, что в Китае еще по-прежнему много малокультурных людей, маловоспитанных людей. Да, не все, но есть. Мы видим это, ребят, на улицах, в общественных местах. То есть китайцы иногда бывают в общественных местах, курят и плюют. Харкают, там за спиной где-нибудь идут, харкают. И это портит общую картину о Китае. Десятый вопрос. Что ты хотел сделать в Китае, но так и не добрался до этого? Я до сих пор хочу посетить Великую Китайскую стену. Да, очень много пишут об этом, много пишут, что вообще не стоит туда ехать. Но я думаю, что надо обязательно побывать там. Ну и не только, ребята, Великая Китайская стена, очень много достопримечательностей в Китае. Гуилинь до сих пор, да, вот допустим мы не побывали вот эти горы. Мы планируем вот сейчас май, наверное. В общем, много, ребята, мест, которых можно говорить долго. И еще, что мы хотели сделать, но не сделали, это выучить китайский язык. Да. Мы, как бы, я думаю... Мы работаем над этим. Да. Одиннадцатый вопрос. Что вы можете сделать в Китае, что вы не можете сделать в другом месте? Много, что мы можем сделать в Китае, что мы не можем сделать в другом месте. Не будем перечислять все достопримечательности, которые мы могли бы здесь посетить. Конкретика. Выучить китайский язык. Я думаю, что находясь здесь, это самое простое. Потому что, находясь в китайской среде и каждый день общаясь с китайцами, намного проще выучить язык, чем если ты будешь учить язык в другой стране. Двенадцатый вопрос. Как вы думаете, насколько мощным будет Китай через 10 лет? Супермощным. Ну, ребята, хочется, конечно же, отметить нашими глазами. Мы видим, находясь здесь, как здесь все растет, постоянно что-то усовершенствуется, стройки, дорожные развязки. Буквально, допустим, мы уезжаем в Россию, допустим, на летние каникулы, приезжаем, бах, какое-нибудь высотное здание стоит. Город Шэньчжэнь вырос за 35 лет в огромный мегаполис. Ну и так далее. Можно очень много перечислять. Постоянно что-то модернизируется, что-то усовершенствуется. Тринадцатый вопрос, ребята. Последний. Как вы на самом деле относитесь к Китаю? Китае относимся очень хорошо. Нам комфортно здесь жить, находиться с детьми, учеба. Удобно, удобный шоппинг, таобао, удобный транспорт, красивые парки. В общем, ребята, это современная, развивающаяся страна. Ну и на этом, ребята, мы хотим завершить. Я думаю, что мы ответили на все вопросы. Если что-то недосказали, пишите в комментариях. Ответим вам. Я надеюсь, вам этот выпуск понравился. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ребята. И всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok